всем добра с вами добрый данил и сегодня у нас достаточно необычный телефон обзоре есть камеры фоны есть игровые флагманы а у нас с вами один из батарей фонов это такая замечательная моделька фирма называется олигу название модели киика power сразу же скажу для тех кто любит по существу и не смотреть полное видео этот телефон идеально подойдет для студентов которые постоянно теряют свои телефоны но тем не менее хотят сфотографировать свои курсовые работы это тот телефон который не жалко прибить гвоздем к дереву и купить еще один не жалко дать своим родителям копаться на даче даже если они решат лопатой уничтожить его попытаться он достаточно живучий у него супер большая батарейка у него средних прошивости камера намного лучше чем у собратьев за эту же цену и вообще за эту цену это один из лучших телефонов но он бюджетный ну а теперь давайте с вами разберемся немножечко подробнее что они смогли за эту стоимость внедрить в этот телефон в этом телефоне реально двойная камера двойная камера это интерполяция от 5 мегапикселей до 8 мегапикселей и от 2 мегапикселей до 5 мегапикселей одна полноцветная другая снимает в черном и белом матрица которая стоит на этом телефоне это galaxy core gc5025 и у нее есть следующие характеристики размер пикселя 1 12 микрометров на 1 12 микрометров и размер матрицы 1 к 5 в общем камера как скажут мне все фотолюбители ужасное и количество мегапикселей здесь категорически не поможет вкратце можете смотреть здесь будет видео которое объясняет все нюансы выбора камеры на телефоне так вот вкратце к матрица и размер пикселя напрямую влияют на качество изображения а количество мегапикселей просто влияет на размер изображения поэтому как чем больше количество мегапикселей чем меньше матрица тем намного ужаснее будут фотографии не ведитесь на количество мегапикселей кроме камеры здесь присутствует отпечаток пальца который заявлено срабатывает 0,2 секунды здесь присутствует 720p экран здесь присутствует батарейка 4000 миллиампер здесь присутствует процессор мтк 6580 а это четырехъядерный процессор тактовой частотой 1 3 гигагерца здесь присутствует 2 гигабайта оперативной памяти а также 16 гигабайтов встроенной памяти и в целом телефон очень даже ничего кстати для тех кто не любит чтоб за ним следили кто бы то ни было здесь съемная крышка и съемный аккумулятор вследствие чего мы получаем не только более дешевый смартфон за счет этого всего но и действительно можем вынуть аккумулятор никто не наблюдал отпечаток пальца работает здесь так себе тачскрин работает так себе он с двумя касаниями но что мы хотим за стоимость 4500 рублей нам может показаться что 2 гигабайта вполне хватит для того чтобы пользоваться этим смартфоном для игр нет это категорически не такой здесь и стоит нуга 7 андроида здесь своя фирменная прошивка и она достаточно сыроватая плюс железо не оптимизировано друг с другом как я понял в общем тормозит и тормозит даже как гигабайтовый смартфон и поэтому в san andreas world of tanks в папку вы точно не поиграете на этом телефоне однако для офисных приложений и для серфинга в интернете этот телефон подойдет очень даже хорошо он недорого стоит в нем большая батарейка сейчас я вам покажу немножечко видео как работает камера давайте посмотрим с вами камеру камера здесь обладает определенными режимами съемки это съемка панорама фото видео режим красоты режим боке режим черно-белый и режим съемки в темноте также как вы заметили сразу же бросается в глаза единичка это значит что здесь присутствует кратный зум полтора зума один к сожалению этот зум не является полной мере оптическим качество изображения у вас все равно будет страдать присутствует режим hdr давайте с вами посмотрим настройки камера настройках камеры все достаточно стандартная экспозиция цветовой эффект баланс белого параметры изображения стабилизации что очень неплохо автоопределение сцен что тоже достаточно хорошо но она отключает стабилизацию обнаружение лиц непрерывная съемка размер фото как вы видите вот этот максимальный 8 мегапикселей напомню что здесь здесь есть интерполяция и соответственно включение микрофона и качество видео по видео эффектом если вернуться можно настроить дополнительная резкость оттенок насыщенность яркость и контраст также здесь присутствуют как раз и режимы съемки которые нам могут помочь напомню что это просто предустановленные настройки чтоб вам легче было снимать в данных условиях но режим авто вполне вам зайдет самое главное у вас была стабилизация так у вас качество фотографий будет чуть получше видео естественно она в 4к не пишет увидел тоже как вы видите есть приближение которое работает даже когда мы записываем видео есть режим beauty красоты и режим ночной съемки давайте с вами попробуем какой-нибудь объект в ночной съемке сфотографировать давайте посмотрим еще раз на видео на характеристики внутри этого устройства как я и сказал 4 ядерный 1.3 ггц процессор видео ускоритель мали 400 вот он мтк 6580 оперативная память 1973 мегабита screen density 291 dpi и разрешение 720 пикселей доступная память 12 гигабайт 12 гигабайт 12 гигабайт позиционироваться соответственно и естественно доступная память реальная 1040 гигабит 1160 гигабит система android стоит 70 данный телефон поддерживает только 3g связь и следующие датчики акселерометр и света давайте посмотрим с вами производительные тесты посмотрим три производительных тестов первый это гиг бенч 4 то что это наше устройство вот соответственно такие параметры он набирает следующий это 3d марк такой вот параметр особенно можете обратить внимание на фпс сравнивать естественно ни с чем не будем но на 8 процентов мы лучше чем некоторые другие тестированные устройства ну и классический анти анту наши любимые попугаи давайте посмотрим с вами как выглядит меню этого аппарата наш рабочий стол выглядит может быть немножко мультяш но вполне себе настройки сразу же стоит отметить что есть здесь режим smart way он есть не на всех телефонах и он связан с данной версии прошивки включая этот режим по заблокированному экрану мы можем вызывать дополнительные функции давайте с вами попробуем камеру для этого нужно нарисовать букву си заблокируем экран и включилась камера вот такой телефон у нас с вами получился 4500 рублей 3600 я его заказывал за эту стоимость 8 месяцев назад подорожал да но тем не менее это пожалуй лучший телефон что вы найдете на прилавках за эту стоимость но сразу вам скажу для того чтобы комфортно пользоваться этот телефон не подойдет но он отлично подойдет если вы постоянно теряете телефоны но вам нужна хоть какая-то камера музыка и система android вместе со звонилкой либо если вы учите своих родителей переходить на систему android не беспокойтесь если они закинут этот телефон в стену то он рискует а выжить и б вы не сильно потеряете в деньгах ну надеюсь я вам помог ну а с вами был добрый данил всем добра музыка и музыка и музыка и музыка и Продолжение следует...